А теперь предлагаю переместиться туда, где тепло и очень красиво. Александр Васильев вновь сказал в Самаре свое веское слово. Известный историк моды в очередной раз оценил участников поволжских сезонов имени себя. С 2011 года фестиваль входит в международный реестр событий в сфере моды. Как инженер, фитнес-модель и диджей диктуют тренды и как можно сделать идеальное платье из бумаги. Репортер с подмостков высокой моды. Тысячи с лишним километров пути модный путь в Самару из Курска. Автор этой коллекции находится за кулисами и очень сильно нервничает. Он пока не знает, его работы единогласно признают лучшими. Почетный член российской академии художеств Александр Васильев лично восхитится его талантом и произнесет слова, которые, возможно, станут пророческими. Александру Курочкину зеленый свет в мире моды, но это еще будет, а это с ним уже случилось. Закрытый полуфинал поволжских сезонов Александра Васильева. Александр Курочкин из Курска представляет коллекцию Феодора. Вдохновился я историей византийской императрицы, остальное полностью был полет моей фантазии. Полет фантазии его и еще полусотни претендентов на участие в финале. Участники из далекой Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга, со всего по Волжье и Центральной России. 16 городов России приезжают в Самару представить свои коллекции. Эта коллекция состоит по мотивам национальных костюмов, сохраняя традиции ирзянского костюма и макшанского. Смотрите, нет, нет, давайте так. Стойте, разворачивайтесь вы. Вот когда она развернулась, разворачивайтесь вы вдвоем. Командует постановка Денис Бакурадзе, художественный руководитель театра «Грань. Вторые сезоны» и меняет на прошлом юбилейном фестивале костюмы к спектаклю «Таня. Таня взяли гран-при». Теперь он к этой сцене прикипел душой, выигрышный ракурс ищет. Конкурс проходит в четырех номинациях «Перформанс», «Театральный костюм», «Костюм художественной идеи» и «Костюм реальность». Я с большой радостью открываю в Самаре, в прославленном Академическом театре оперы и балета, шестнадцатый сезон «Поволжские сезоны» Александра Васильевна. Он не успевает уйти со сцены, женщины уже несут ему цветы. Самара как повод после лета сезон его имени наступает. Александр Васильев занимает почетное место в зале. Историк моды в этом году немногословен, желает победу участникам и предупреждает жюри. В финал прошли самые достойные кандидаты. «Роза пустыни» — это минерал, который рождается в песке, поэтому я решил создать эволюцию формы из ткани. Антон Пермяков — столичный дизайнер, ученик самого Вячеслава Зайцева, представляет коллекцию «Роза пустыни». Работы выполнены сложным муляжным методом моделирования. Жюри ее отметит, но даст совет поработать с надконструкторской составляющей. А в этих нарядах разве что по подиуму ходить дизайнер из набережных челнов своей работы привезла в обычном пакете. «Это мелованный картон и также вырезалась на плотере из перламутровой бумаги черной». Ева Рика из Самары представляет коллекцию «Восход» своего восхода. Карьера она уже дождалась, признается, что перед поволжскими сезонами не спала несколько ночей. Каждый элемент костюма выполнен вручную. «Я художник, и дизайнер, и вышивальщица, и ткачиха, и декоративно-прикладной искусств очень много». Работы Ольги Прониной покорят членов жюри и сорвут шкваловации. На сцене брутальные мужчины коллекция «Борода» отшивалась специально под них. «Находили мужчин, и под них шили уже каждый лук. То есть не как обычно шьется стандарт 42-44 девочек, и потом просто одевается на модели и выпускается на позиум. У меня два фитнес-инструктора профессиональных из моделей. Леня работает на заводе. Один мальчик работает в детском центре развлечений. То есть он как аниматор. А Саймон темнокожий, он диджей». «Меня случайно поймали на пляже. Меня действительно, правда, познакомились со мной на пляже с целью, чтобы, как сказать, заманить. Борода была экспериментом. Изначально была она экспериментом. Понравился эксперимент. Я ее оставил в нашу, давно уже с ней хожу. И вот, наверное, из-за нее, наверное, я не знаю, меня поймали». Заводчанин Леонид Павленко этим вечером попадет в объективы практически всех фотокамер. Он обещает не сбривать бороду, которая принесла ему дихую популярность. Но все же главный приз заберет коллекция Феодора из Курска. 16-й Поволжский сезон Александра Васильева открывают новые имена, которые в ближайшем будущем обещают задавать тренды.